Брексит Поговаривают и о возможности фрыхода, то есть выхода из ЕС Франции. Подобные же настроения наблюдаются и в ряде других стран. Словом, конец единой европейской мечты уже как будто совсем близок. Ну, сценария, сколько я понимаю, три. Первый, самый мрачный, озвучил, по-моему, сегодня Джордж Сорос, ЕС, развал ЕС необратим. Но, насколько я помню, Сорос предрекал развал России года два назад, тоже необратимый. То есть, в этом смысле я бы это сравнила, скорее, с Нострадамусом и отложила, так сказать, за скобки. Второй вариант, второй референдум. Сейчас собираются подписи, их уже там больше миллиона за второй референдум, потому что есть некое правило в Великобритании, что если 60% перевес, то тогда как бы без вопросов. А вот если меньше 60%, то можно проводить второй референдум. Будет это или нет, непонятно. Но есть и другой вариант. Из этих испытаний объединенная Европа выйдет окрепшей. Усилится континентальное единство, а выход Великобритании, которая до сих пор постоянно требовала для себя каких-то особых условий, пойдет этому единству только на пользу. С другой стороны, вполне вероятно, отделение от Соединенного Королевства Шотландии и Северной Ирландии и их последующее присоединение к ЕС. Эстонское правительство сегодня на экстренном заседании обсудило свою позицию перед начинающимся завтра в Брюсселе внеочередным саммитом ЕС. По словам премьер-министра Тави Рывеса, на данном этапе не следует торопить события, а надо дождаться следующих шагов британского правительства. Конечно, для многих в Европе и в самой Британии такой итог голосования стал шоком. Прошло еще очень мало времени, чтобы делать какие-либо глобальные выводы. В конце концов, итоги референдума имеют лишь рекомендательный характер и теперь слово за правительством Великобритании. Тем не менее, мы очень серьезно относимся к этой ситуации и мне хотелось бы успокоить жителей нашей страны. Связи с Британией остаются весьма важными для нас и в любом случае эти связи сохранятся, независимо от ее членства в ЕС. Как бы то ни было, Брыхот или Брексит следовало бы придумать, чтобы все в ЕС и в Британии смогли по-новому взглянуть на себя. Уже находятся и позитивные черты. Например, курс фунта стерлингов к евро опустился до 30-летнего минимума, что делает туризм на острова более выгодным для жителей континента. И в Прибалтике многие вздохнут с облегчением, если безбашенные мальчишники молодых британцев на улицах Таллина, Риги и Вильнюса пойдут на убыль. Но в любом случае понятно одно. Антиэмигрантские настроения во всех странах Единой Европы будут лишь усиливаться. И на этом фоне нам здесь в Эстонии, видимо, остается только держаться. Голос нашей страны вряд ли будет иметь какое-то решающее значение в данной ситуации. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.